РАДИО ЗВЕЗДА АРХИВНИЕ ТАЙНЫ Им идёт Союз нерушимый Республик Свободных сплотила навеки Великая Русь Да здравствует созданный волей народов Единый, могучий Советский Союз Можно сесть 30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик Решено не праздновать столетие СССР пышно и громко Но мы всё же отметим эту дату С вами Владимир Туз, ведущий и профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Герман Артамонов Здравствуйте, Герман Добрый день, Владимир Так что именно случилось 30 декабря 1922 года? Ну, формально действительно было оформлено нового типа государства Союз Советских Социалистических Республик Но формально начало этому процессу, конечно, дала Октябрьская революция Залп Авроры в октябре 1917 года Но сам процесс утверждения советской власти Он действительно в своё время в советских учебниках Его называли как триумфальное шествие советской власти Действительно, в подавляющем большинстве Вот на всём этом огромном геополитическом пространстве Что не только в рамках России, но и Закавказья, и Средняя Азия Действительно, власть переходила в вот это стихийно возникшее Новое форму такого гражданского широкого самоуправления Я имею в виду советы Она переходила мирным путём А в дальнейшем, в большинстве случаев Оказалось, что в этих советах Победу одерживают партии левого толка В том числе большевики Ленин, обратите внимание Вот в самом 1917 году В июле он категорически против лозунга «Вся власть с советом» А в сентябре он говорит немедленно Большевики должны взять в власть в руки У него там не было большинства тогда А потом оно появилось Ну, на это всё понятно В сентябре пошли выборы в местные органы власти В местные советы И он просто посмотрел А там побеждают партии социалистического толка В том числе большевики Этот процесс перехода власти к советам Их левая ориентация Он был юридически оформлен на съезде советов Чрезвычайно первоначально в состав этого государства Вошло всего 4 субъекта Это, собственно, Россия, Украина, Белоруссия Из-за Кавказская, так называемая, республика Включавшая в себя Субъект Азербайджан, Грузия, Армения С меньшевистскими советами, насколько я помню Церетели там Но всё равно левыми Левой ориентацией Более того, там, например, существовало, например, Левое крыло и у кадетов У буржуазной партии Но оно оформило в 1917 году Социалистическое крыло кадетов И, кстати, вот распуск большевиками Учредительного собрания При этом мы забываем сказать Что всё равно подавляющее большинство Делегатов этого Учредительного собрания Были представители левых партий Около 70% Скажите, пожалуйста, а почему всё-таки Исходя из гимна Сплотила навеки Великая Русь Я понимаю, что такое славянское ядро Но почему вот всё-таки так И никак иначе Ну, здесь, в общем-то, в каком-то смысле Это дань традиции Такой исторической традиции Поскольку, действительно, именно Россия Стала центром восстановления И славянского мира Который был разрушен в своё время И оказался раздробленным И, кстати, вот следы этой раздробленности Мы по сей день, в общем-то, в той или иной мере Ощущаем Но вот миссию по собиранию этих земель Консолидация Взяла на себя, конечно, Россия Так исторически сложилось Что процесс присоединения К этому историческому славянскому ядру Других народов А я напомню, что состав Даже современной России Уже без Советского Союза В этническом плане 190 народов 190 языков Да, вот сейчас, наверное, главный вопрос Но вот, к сожалению, он имеет отношение Лишь к альтернативной истории Спорит об этом до сих пор Если бы не было в ту пору Объединяющей идеи Ослепительной идеи коммунизма То страна восстановилась бы В своих границах Почти в границах Российской империи Ну, здесь сложно сказать Я бы так ответил на ваш вопрос Есть некая преемственность И у Советского Союза С Российской империей Почему вот этот процесс Собирания Был достаточно безболезненным Для народов Которые вот Сплотила Русь А они же ведь добровольно Подавляющее большинство Вот этих народов Гражданская война была Весьма болезненная Да Но это именно гражданская война Не этническая Ну да Там социальный был аспект На первом месте А я говорю вот о собирании Да, земель Дело в том, что вот эти народы Разные Они в составе Российской империи Включались на равных Более того Некоторые из них До большинства Получало Определенные привилегии По отношению Коренному населению О привилегиях Мы поговорим Поговорим обязательно И еще один вопрос Со слагательным наклонением Если бы Гражданская война Закончилась В пользу Белых И интервентов Какая была бы Страна у нас И была бы она вообще Вот была бы она вообще Вот это вопрос Потому что Понимаете Вот мы сейчас анализируем Основные идеи Которые они несли Белое движение Они конечно От монархических Вот в чистом варианте Идей уже отказались Но анализируя Их программы Они создавались По сути дела В каждом регионе Охваченном Гражданской войной И там где Она контролировалась Ну условно говоря Белыми частями Там создавалось Соответствующее правительство И создавалось Соответствующие программы Так вот В этом плане Они оказались Совершенно Нежизнеспособны Вот обратите внимание Собственно говоря В феврале 17-го года Политические партии Которые Ну последовательно Ведут борьбу за власть Вот они ее получили Перед страной Революции Просто так не случаются На голом месте Стояли проблемы Которые нужно решать И падение их К октябрю 17-го года Было бы условлено тем Что они не сумели Предложить Ни одной Действенной программы То есть разрушать Государство И строить Новое Это разные профессии Вот разрушать Они были Как раз молодцы А перейти к строительству К реальному К любой программе Которая была бы Действована Имела бы опору Они не сумели Большевики Такую программу Предложили Другое дело Это вопрос О цене О жертвах И так далее Это отдельная Совершенно тема Здесь Не знаем Сударцы нам Об этом К сожалению Многие историки Занимаются сейчас Не историей А конспирологией И вот Вплоть до слов Жидомасонские заговоры 1917 Это глупости Кажется Да Совершенно глупости В школе мы проходили Но может быть кто-то подзабыл А вы сейчас напомните Было две идеи Идея Автономизации Сталина Который был Наркомом по национальностям И с этой идеей был Категорически Не согласен Ленин Что такое Автономизация Как видел Советский Союз Сталин Тут Очень много На самом деле Непонятных Вопросов Остается Плоть до того Что с одной стороны Вы совершенно правы Это сейчас вошло Уже в общем-то Как такое Чуть ли не очевидный Факт Разногласия Ленина И Сталина По вопросу Союзического строительства Но Советского строительства Но сейчас Появляются исследования Защищены даже Докторские диссертации Говорящие о том Что на самом деле Этот конфликт В значительной степени Возможно надуман Потому что нет уверенности В том Что вот те записки Которые С критикой Сталина Которые Известны Были именно Продиктованы Лениным Поскольку Там течение болезни Его уже было Настолько Серьезным И само появление Документов Этих Совпадает именно С моментами его обострения Но то Что среди партии Большевиков Велась борьба И в том числе У них были Разночтения По принципиальным вопросам Подчеркиваю По принципиальным вопросам Социалистического строительства Это тоже совершенно очевидно Идея автономии Она В общем-то Была В конечном итоге Разрушительна Для единого государства Потому что Не позволяла По сути дела Предполагала Самостоятельность Полную В экономических Политических Социальных вопросах Что по сути дела Решало Смысла В общем-то Само создание Этого советского государства Ведь Понимаете В чем проблема Дело в том Что с экономической Социальной Конфессиональной Точке зрения Территории И вам интересно О чем мы говорили Ранее Вы можете Найти нас В соцсетях Или на цифровых Площадках А именно Яндекс Айтюнс Гугл Саундстрим Сбер Звук Сейчас Небольшая пауза Герман И очень скоро Продолжит Историк Герман Артамонов Студии Радио Звезда Разговор О феномене Советского Союза Бесспорно Это было Уникальное Государство В мировой Истории Сто лет Со дня Создания Это безусловно Юбилей Вот скажите Как создавалось Административно-территориальное Деление страны Между Республиками Кто рисовал Кто конкретно Рисовал Границы Между Республиками Почему Значительные Территории Заселенные Этническими Русскими Отошли Другим Союзным Республикам Например Русская Донецк Криворожская Республика Ушла в Украину Это очень Сложный Очень драматический Вопрос Конечно Он решался Политиками И в процессе Их политической Борьбы Во голову Угла При принятии Тех или иных Решений Они в первую Очередь Руководствовались Именно политическими Соображениями Которые доминировали Над вопросами Экономики Социальной Сферы Культуры Этнографии Да Этнографии Резали Что называется По-живому Но Вот я бы Сразу бы Хотел бы Сказать При условии Что Это государство Сохранилось Как единое Государство По большому счету Вот эти внутренние Переделы Территорий Между республиками Но сейчас Самый актуальный Конечно Вопрос Это Ну допустим Украина Вы не случайно Приковорожскую И так далее Сказали Кстати Вот почему Отписывали Туда Эти территории Как-то Не странно Считалось Промышленные Территории Это очень важно Промышленные Потому что Понимали Что На уровне Скажем так Украинской Интеллигенции Вот эта Украинизация Дошла Настолько Далеко Что при Соединении Туда Русского Рабочего Класса Должно было Сдержать Вот эти Сепаратистские Скажем так Тенденции На территории Украины То есть За счет Присоединения Русских территорий Как бы мы Их Привязывали В большей степени К России Но И не только Это Там были Другие Соображения Скажем Например Политическая Борьба Привела Водила К тому Что Скажем Доминирование Сталина Вызывало Противодействие У троцкистских Лидеров Национальных Республик Например Украину Возглавлял Раковский И он Был за автономию Из-за Известной Автономии Украины Именно потому Что Как троцкист Противодействовал Усилению Сталинского Режима И для него Сохранение Автономии Украины Означало Сохранение Политической Власти Вот этого Крыла Внутри Самого Большевизма Там много Было Разных Факторов Но Подчеркиваю При условии Сохранения Единого Государства Эти вопросы В общем-то Принципиального Значения Бы и не имели Скажем Кто Когда Никита Сергеевич Хрущев Это же было Его решение Да Вот принимал Да О присоединении Крыма Ну просто Для подавляющего Большинства Населения Страны Вот Никто не мог Представить Что будет Происходить В девяносто первом Году И уж тем более Никто не мог Представить Что будет Происходить Сегодня И люди Значение Этому Для них Ничего не Менялось Ну что Крым Стал украинский И что Поменялось Ничего Свобода Передвижения Все то же Самое Всесоюзная Здравница Единый Рубль Да Власти Опять таки Советская Это значение Не имело Или возьмите Карабах Но ведь В одночасье Кровавейший Конфликт Вот У меня просто Одногруппник Он наполовину Азербайджанец Наполовину Армянин В итоге Семья В итоге Вот как только В одночасье Это вспыхнуло Они не смогли Жить ни в Азербайджане Ни в Армении Но это и не было Проблемы И В советский Период Вы могли Петь Национальную Армянскую песню В Баку И наоборот Азербайджанскую веревание Совершенно не опасаясь За возможные последствия Леонид Ильич Несколько поспешил Когда заявил Что возникла Новая историческая Общность людей Советский народ Вот еще бы Наверное Лет 200 Может быть 300 Относительно Спокойной жизни И может быть Можно было бы Это и сказать И то бабушка Надвое сказала Смотрите Вот когда заявляют Что Право вхождения В СССР И право Свободного выхода Из СССР Обозначенное В Конституции Что это бомба Заложенная Под фундамент Нашей страны Злонамеренный Преступный акт Ну вы знаете Реальность Была несколько другой То есть реально Таким правом Конечно никто не обладал И все таки Государство было Тоталитарным Я согласен с вами В оценке Это конечно Великое государство Великая история Великие достижения Но с другой стороны Вот невольно Думаешь Над тем А если это государство Такое великое Почему оно С такой легкостью Рухнуло Вот на части И кстати При совершенном Таком я бы сказал Молчаливом Согласии Или наблюдении Со стороны общества Вот Я с вами не согласен Я не согласен Потому что Я за себя не согласен Я помню Свои ощущения Когда сказали Союз Независимых государств СНГ Да По Беловежским Соглашениям Я И миллионы людей Это восприняли Как сохранение Советского Союза Который начнет Расти вот из этого Славянского ядра Потом присоединятся Новые и новые И новые Государства И возникнет Действительно Новая общность Пусть она будет Называться конфедерацией Но страна сохранится А она не сохранилась Это был обман Был обман Но все-таки Согласитесь Массовых выступлений В защиту Советского Союза Вот когда Помните эти кадры Когда Вот я к ним По сей день Не могу на них Смотреть равнодушно Когда над Красной площадью Спускают Красный Там людей-то почти не было Там не было людей Да Это по телевизору показали Для меня это Понимаете Вот это знамя Наши деды Подняли над Рейхстагом А мы его вот так вот Сами Примолчаливо В нашем согласии Спустили Но я почему Этот вопрос поднял Дело в том Что один из существенных Недостатков Советского периода Состоит в том Что это государство Советским Так и не стало А именно Вот этот Исторический разрыв Между Обществом и Властью Он не был Преодолен И политическая Власть Как была Бесконтрольна При царях Так увы Бесконтрольна Осталась и При большевиках И у нас Сколько Генеральных Секретарей У нас столько И Советских Союзов Настолько Специфик Политической власти И совершенно Разное Общество При этом И если мы будем Оценивать Эти институты Общества и власти При Сталине При Никите Сергеевиче При Ани Ильиче Мы видим Что они Совершенно разные Но Вот Бесконтрольность Власти Она в конечном итоге И стала На мой взгляд Главным фактором Который предопределил Легкость Какое-то Великое государство Рухнуло Буквально В одночасье Потому что Бесконтрольную Власть Кто не будет защищать Достаточно Ее дискредитировать А дискредитировали Советскую власть Начиная с 85-го года Это просто гениальная технология Мы были с вами Ими свидетелями Свидетелями И в общем Надо сказать Отчасти даже и творцами Это я про себя Извините Давайте все-таки поговорим Как мы и предполагали Да В начале О взлетах и падениях Советского Союза Давайте вспомним победы Потому что Победа Она всегда ласкает Слуха И греет душу Индустриализация Споры не утихают До сих пор Кто-то скучает По сицевому Социализму Бухарина Сталин ведь не сделал Ничего нового Все та же самая Форсированная Модернизация Догоняющая Развитие По Петру Первому Вашему любимцу Да Это было оправдано Я не говорю о цене Это было оправдано Ну поскольку победу Одержали То было оправдано Значит Действительно Нужно отдавать себе Отчет в том Что вот на момент Прихода к власти К Сталину А вообще Все 20-е годы Основной вопрос Советского Союза Это вопрос политический Это идет борьба за власть И кто возьмет Эту власть Вопрос Не предопределен И в зависимости от того Кто бы ее взял Мы бы жили бы В принципиально Разных стране Потому что У них были расхождения Принципиальные По базовым вопросам Социалистического строительства И собственно говоря К социалистическому строительству Приступили только тогда Когда взял власть Вот этот человек Это 2028 год Если иметь ввиду 41 год Да То у него всего 12 лет 12 лет Когда страна Столкнется С самой технологичной С самой масштабной Войной за всю историю Человечества А у него По оценкам Любых экономистов Самая отсталая Европейская экономика С пяти укладами Аграрная страна Лишенная группы Промышленности А То есть мы не можем Производить средства Производства В 41-м Так было Нет В 28-м В 28-м Слава Богу В 28-м И у него всего 12 лет Для того чтобы Сделать такой рывок Вы правы О цене Про цену Пока не будем говорить Но этот рывок Был осуществлен За 12 лет Ну да Вот это знаменитое Мы отстали от Европы На 50 или 150 лет Если мы не сделаем Скачок Да То нам снова Быть битыми Конечно В эфире Радиозвезда Программа Архивной тайны И еще одна пауза В нашей беседе С Германом Артамоновым Историк Герман Артамонов В студии Радиозвезда Мы вспоминаем Советский Союз Мы отмечаем Круглую дату Столетие С одной его образования Мой вопрос В сослагательном наклонении Если бы В 41 году Армии вермахта Противостоял бы Не Советский Союз Не Красная Армия А Российская Империя Опять-таки Достигшая Определенных успехов К этой дате Выстояли бы мы С такой Относительно Мягкой И либеральной Моделью Государства Как Абсолютная монархия Вот здесь Сомнения Как раз Возникают Именно с точки зрения Способности Российской Империи Именно к модернизации Поскольку Модернизационные изменения Они назрели Уже в 17 веке Но увы Сейчас не будем Говорить о причинах Это долгая Отдельная история Но Российская Империя Была конечно Очень инертной Даже На начало 20 века У нас сохранялись Пережитки По сути дела Феодальной Крепостнической системы Пятая экономика мира Тем не менее Правда с иностранным Капиталом огромным Безусловно И без промышленности Группы А Валовый продукт Остальное все равно Производится В аграрном секторе На основе Отсталых технологий И в любом случае Вот Исторического рывка Увы При Романовых Мы не увидели Соответственно В принципе Возникает Сомнение В способности Дальнейшего развития На рельсах Именно монархии Тем более абсолютной Поскольку Собственно говоря Вот сами эти Революционные Потрясения 20-го столетия Они были вызваны В общем-то Тем что общество Понимало Да все социальные Слои понимали Необходимость Перемен Но вот Застывшая империя Увы По ряду обстоятельств Кстати у нас Монархии-то были Достаточно Прогрессивные Даже в 19-м веке Многие вещи Понимали То есть не все От них зависело Поэтому сложно Говорить И оценивать Вот с Слагательным наклонением Что было бы СБ Российская империя Но единственный Вот момент Который очень важен Мне он Здесь пока Дискуссии И историков Сохраняются Дело в том Что для индустриализации Страны Была осуществлена И в очень таких Жестких формах Коллективизация И коллективизация Конечно По судьбам Конкретных людей По крестьянской Стране Прошлась очень лихо И вот здесь Стоит вопрос Ну вот Сицевая Бухаринская Но то есть Могла ли Все-таки Деревня Больше дать Для индустриализации Если Вот без закручивания Гаек Если бы все-таки Ее Ну Крестьянину Позволили бы Относительную Экономическую Свободу Потому что Темпы роста Крестьянского Хозяйства Вот за 7 лет НЭПа Они колоссальны Именно крестьянского Хозяйства Я подчеркиваю У нас Судя по всему Где-то к 28 Году Около 70% Деревни Это середняки И кулаки Так поднялась Деревня А всего-то Заменили Проторазверстку На Проторналог И вот это Не посчитано Но правда Современные Все-таки Средния говорят Что все равно Вот именно Сталинская модель Модернизация В этих условиях Все-таки Была самая Оптимальная Хотя и самая С точки зрения Вот нравственных Оценок Оценок Жертв Конечно же Она была Ужасна Она была ужасна Ужасна Да С точки зрения Морали Да С точки зрения Государственной Целесообразности Она была На своем месте Последние Свои территориальные Приобретения Союз получил По итогам Победы над Фашистской Германией В 45-м году Согласно Ялтинским И иным договоренностям И что еще важнее Была создана Зона Буферных Государств Социалистического Лагеря Восточной Европы Эти буфера Очень быстро Разбежались Когда получили Первую возможность Иначе Не могло Произойти Вот почему Именно в ЕС И в НАТО А не в Таможенный Союз И в ОДКБ Мы перестали Быть привлекательной Страной Да Я считаю Что мы их предали Знаете Вот я тут Что такое предали В этом смысле Мы дали им Возможность выбора Нет Мы их предали Потому что У них выбора нет На самом деле У этих государств Выбора нет Они либо с нами Либо они в ЕС И другой В другой цивилизации Да В другой цивилизации Другого выбора У них нет Я вспоминаю В этой связи Когда об этом думаю Известную достаточно Фразу Из Антуана Де Сент-Экзапири О том что мы навсегда В ответе За тех Кого приучили Мы конечно Может быть и нужно Было отпускать Это другой вопрос Их на свободу Но не так Как мы это сделали В одночасье Все таки Была выстроена Целая Ну экономическая сфера Социальная Культурная В нее были взяты Люди Колоссальное качество Людей Мы их бросили На прейсбол судьбы И это предательство Это предательство Когда мы позволили Бомбить Югославию В конце концов Ведь это же не просто Так эти территории К нам тянулись Исторически В том числе Особенно Югославия Сербия И так далее Но это уже много После распада СССР Ну что там говорить Ну да Безусловно Но ведь сам факт Распада Варшавского договора Мы их поставили Перед фактом Решение было принято Нами И по сути дела Мы отдали их На в общем-то Какая из этих стран Добилась успеха В этом Вот такого Бурного роста Экономического Они в общем-то Остаются на задворках Этой цивилизации В Венгрии Себя неплохо чувствует Польша Более-менее Гораздо хуже Балтийские У меня другие Свидения об этом Да Вот я просто общаюсь У нас есть общение Правда сейчас Она конечно прекратилась В Польше ситуация С рабочими местами Очень сложная Выпускники Педагогических вузов Даже в Сибирь Согласны там Польских к нам ехать Потому что Устроиться на работу Там адекватную Зарплату Они не могут Я понимаю Просто у меня на руках Нет статистики Не могу с вами спорить Считается Ну во всяком случае Многие считают Что первый шаг К разрушению СССР Сделал Хрущев На 20 съезде КПСС В том самом Очень часто Об этом говорят Ваши коллеги И историки Подкомментируйте Это утверждение Я с ней согласен Если говорить Вот оценивать Те удары Которые были нанесены По этому Общественному строю То безусловно Один Да пожалуй Самый главный фактор Это был 20 съезд Даже я бы сказал В той форме В какой-то было Осуществлено Во-первых Сейчас В общем-то Понятно Что Никита Сергеевич Опять-таки Пошел на это Только с точки С точки зрения Политической борьбы Борьбы за власть Никаких там Нравственных мучений Там и мальчики Кровавые в глазах Там не были Тем более Что мы знаем Что у самого У него руки Были Локоть в крови Он это тщательно скрывал Он не каялся В вашем случае Не каялся Да Но вот Понимаете В чем дело Понятно Что уже в 20 веке Мир Ни одна страна Не может развиваться Вне глобальных политики И глобальной экономики И глобальной экономики Но такой Ведь мы имели Мощнейший блок Не только социалистических стран Но и мощнейший блок Коммунистического движения Во всем мире Мы имели Грубо говоря Нашу пятую колонну И в Соединенных Штатах И в Италии И в ФРГ И так далее И такой удар По престижу Вообще этой идеологии Коммунистической В мире Он был нанесен Именно мы сами его нанесли Никита Сергеевич И раскол с Китаем Начинается В общем-то тогда Да А это принципиальный вопрос Принципиальный вопрос Расхождения с Китаем Как Сталин с Мао говорили Мы спиной в спине Да А после этого Но Мао тоже в этот момент понимал Понимаете в чем дело Я при этом не сталинист И наверное Вот отход От той модели Сталинской Ну по крайней мере В области Социальной Скажем так Политики Он был неизбежен Но нужно было понимать Вот знаете Как в свое время Зиновьев говорил Великий наш философ Мы метились в коммунизм А попали в Россию Вот Он должен был понимать Что он разоблачал Конкретного человека И конкретные преступления А нанес удар По этой Могучей Цивилизации Державе И это У него были благие намерения Я вот Я вот с Бурлатским Разговаривал Вы наверное знаете Кто это такой Он и ярко выраженный Хрущевист Он сказал Хрущев Никита Наш чудотворец Не мог строить Свое государство На костях И крови Как его предшественник Не думаю Он это сделал Он не мог иначе Ну он У него Это человек Православного сознания Не согласен А с этим категорически Никита Сергеевич Хрущев Человеку Который Руки по локоть В крови Который Отчитывался Перед Сталином Репрессиями Сколько он человек Отправил на тот свет И вдруг он так сказать В 50 лет Там стал у нас Святым что ли Я в это не Вообще Вы знаете Во власти Святых не бывает И вот рассуждение О том что политик Вот он вдруг стал Высококон Нравственным Там и руководствовался В своей политике Нравственностью Такие политики Ну правда он Недолго и просидел У власти Но по другим Совершенно причинам Я в эти разговоры Не верю О достижениях И победах Потому что мы как-то Отошли от этой темы А это нехорошо Взлет Причем в прямом смысле Взлет Это первый спутник И первый человек В космосе Это мы Меж тем Страна небогатая Страна во многом Технологическая Технологически отсталая Но где-то и передовая Как это осуществилось Все-таки Я бы не сказал бы Что мы были страной отсталой В технологическом плане Поскольку В передовых технологиях Мы Запада во многом Опережали А передовая технология Это совершенно право Это спутник и космос Другое дело Что мы не могли Вот в условиях Международной изоляции Конфронтации В условиях холодной войны Давайте называть вещи Своими именами В равной степени Поддерживать все Отрасли Развития экономики Понятно Что группа А Так называемая Легенькая промышленность Понятно Что конечно же Мы Но да Мы не строили Мерседесы Запорожца Но лучшая Военная техника А именно там Сосредоточена Передовая технология Мы делать умели Мы имели Лучшую в мире Систему образования Лучшую в мире Систему образования Причем образования Всеобщего Образования Для всех Реального И вот Из реально Никакой ЕГЭ Социальный лифт А вот та система Когда Если ты заканчивал Подчеркиваю Мы были одной Из немногих стран мира Где было Обязательное Бесплатное Полное Среднее образование Десятилетка Ну тогда Сейчас 11 Тогда 10 лет Обязательное Для всех Выше Опять-таки Бесплатное Для тех Кто возьмет Проходной бал И это было Вот реально То есть ты мог Приехать в Москву Поступить в любой Престижнейший университет Это была любая Это был социальный лифт И еще Я бы сказал Одну вещь Вот Я Как не как историк Как человек Я хорошо помню Собственно говоря Вот Мое детство И моя юность Пришлась на Леониде Ильича Брежнева Я очень хорошо помню Правда это Москва Конечно Я говорю сейчас о Москве В первую очередь 70-80-х годов И я ее Все-таки оцениваю Вот этот период Как Еще одно Вот взлет Это страна Высочайших Социальных гарантий Социальной защищенности Вот мой дед И моя бабушка Это ветераны Великой Отечественной войны Но они получали пенсию На которой можно было прожить Для них не было проблем У них была Обеспеченная старость Сколько у них было 60 70 80 Ну у деда было 80 У бабушки 50 120 рублей они получали На двоих И это им не только хватало У моей мамы 120 Ну вот Я могу кстати ошибаться Ровно столько же Сколько Сколько весила Моя первая зарплата Когда я с дипломом Начал работать У нее 120 пенсий У меня 120 зарплаты Смешно Но тем не менее Прожить Они не только проживали Выживали вернее Они еще всем своим детям Помогали А у них их трое Дальше Уровень Медицинского Обеспечения Для 100% Населения Страны Решение Проблемы Голода С голода Никто не умирал В 70-е годы Для 100% Населения Страны То есть Вот если Основные Социальные параметры Измерять Для 100% То мы Не найдем Ни одной державы В мире Ни одного государства За всю историю Человечества С таким высочайшим Уровень Последний вопрос Сейчас уже время Истекает И очень краткий ответ Советский Союз Красный проект Был успешным И существовал По историческим меркам Долго Почти 70 лет И он изменил Судьбы мира Это одна точка зрения Вторая точка зрения Это был монстр Обреченный на гибель С момента своего рождения Государство Химера Вот Вы что считаете Дискуссия будет продолжаться Я конечно считаю Что это было Великое государство С великими достижениями И вот почему Я его считаю великим Потому что Оно сохраняло Человечеству Надежду На построение Общества Социальной справедливости Советский Союз Все таки Это не вот не та практика Реальная В том числе С репрессиями И так далее Но Советский Союз Все таки Это воплощение Из вечной мечты Человечества О построении Ну что ли Рая на земле Понятно Я понимаю вас Это идея Которая лежит Там где-то Далеко за горизонтом И который Который мы Бесконечно стремимся Спасибо Герман Спасибо Герман Анатольевич Я просто хочу Закончить разговор Краткой справкой Итак Советский Союз Это самое большое Государство мира В период расцвета По объему ВВП Вторая страна мира 20% Мирового промышленного Производства Территория Седьмая часть Земной суши Население По максимуму До 300 миллионов человек Вооруженные силы До 5 миллионов И полный паритет По ядерным и обычным вооружениям Со странами НАТО А кое в чем И превосходили Добавил бы от себя Что в западных карикатурах Нас часто Изображали Медведем В обнимку С баллистической ракетой Уважали Бесспорно Уважали С вами были Историк Герман Артамонов Я Ведущий Владимир Туз С наступающим Новым Годом Здоровья Мира Счастья Всем Архивные тайны Лучшие программы Радио Звезда На всех основных Платформах подкастов Слушайте Комментируйте Ставьте оценки Делитесь С друзьями Субтитры подогнал «Симон»